Мне сложно представить, что есть люди, которые, слышав имя Людвига Ивана Бетховена, обращаются к Википедии и другим словарям, чтобы понять, что это за человек. Сегодня вряд ли можно найти того, кто не знает, например, его лунную сонату, одно из самых известных и любимых произведений в истории музыки. Кстати, это поэтическое и красивое название дал один музыкальный критик уже после смерти композитора. Говоря о симфоническом творчестве Бетховена, можно сказать, что его симфонии, пожалуй, самые исполняемые в мире, и поспорить с ним за пальму перенства может только, наверное, наш Петр Ильич Чайковский. Безусловно, в репертуаре всех симфонических оркестров есть музыка Бетховена, и я очень рад, что наш оркестр в разные годы исполнял некоторые его симфонии. Субтитры создавал DimaTorzok Несколько особняком стоит его позднее творчество, это последние струнные квартеты и фортепианные сонаты. Считается, что это сложная музыка как для слушателей, так и для музыкантов. Есть даже такая история, что один скрипач пожаловался Бетховену на сложность исполнения его произведений на скрипке, на что композитор ему ответил, «Неужели вы думаете, что я буду думать о вашей жалкой скрипке, когда со мной говорит Божество?» Думаю, этими словами можно объяснить позднее творчество Бетховена. Ему уже было неважно, как восприму слушали его произведения, он просто записывал то, что приходило ему свыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА